Если человек сам не ест мясо, но покупает его для собаки, получит ли он за это карму, за спонсирование убийства других животных? Он говорит, конечно, карма при этом идет. Если человек сам не ест мясо, то не разрушается его генетика. Для диких животных это является естественным продуктом, и поэтому не идет разрушение их генетики. Но если вы оплачиваете убийство, то вы участвуете в демоническом цикле. Когда одно животное убивает другое животное в дикой природе, это не карма человека. Эти процессы регулируются законами природы. Если вы участвуете в этом процессе, то вы несете карму, спонсируя убийство. Тут нужно понимать, какое животное убивается, каким способом. Он говорит, что надо понимать, что любое убийство живого существа, которое не закончило свой цикл эволюции и на вас не нападает, является отрицательной кармой. То есть нечто подобное будет со стороны природы, либо со стороны людей происходить и в вашу сторону. Он говорит, что надо стараться минимизировать зло в данном области. То есть использовать хотя бы те виды продуктов, которые частично не являются ресурсами, связанными с убийством животных. В частности, нужно понимать, что уровень сознания у всех животных разный. И чем более высокоразвитые животные, тем большая карма за его убийство, либо за участие в программе его убийства. Субтитры создавал DimaTorzok